Нижегородский Кремль ночью официально открыт только два раза в год на Пасху и Рождество. Сегодня в День памяти и скорби Кремлевские ворота снова открылись. Для тех, кто несет к вечному огню цветы и свечи в память о великом подвиге советских воинов и в благодарность за мирное небо. Потому что 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на границу Советского Союза. Они победили фашистскую Германию и дали нам будущую жизнь. Я был воспитан в лучших традициях русских офицеров. Отец у меня полковник, уже на пенсии. Поэтому это чувство патриотизма и чувство того, что должен защищать свою родину. Оно с детства шло со мной. Сейчас я передаю его дальше по наследству, если можно так сказать. Стараюсь привить правильные понятия своему сыну. Среди тех, кто в 4 часа утра каждый год приходит сюда, заместитель губернатора Сергей Потапов. Он рассказывает, что больше 40 лет встречает первый военный рассвет. Последние 10 лет в Нижегородском Кремле. За 4 года страшных сражений самая кровопролитная война унесла жизни 27 миллионов человек. Большинство – мирное население. Моей мамой выпускной вечер был 21 июня 1941 года. И на следующий день началась война. И потом с фронта вернулся только один парень из класса. Поэтому ходил, когда учился в школе, ходил в институте учился, потом уже работал. Приехал сюда 10 лет назад, один пришел в 4 утра. Сегодня вы видите уже очень много людей. Всегда думаешь о том, вот наша мирная жизнь, да, вроде живем, и она может в любой момент прерваться. И как ценен этот мир. Да, порой ему же замылилось это слово «мир, мир, мир, мир». А вот в этот день особо понимаешь значение слова «мир». И как действительно надо его отстаивать. Ну, а это единственный способ. Страна должна быть сильной. Тогда и мир будет. Из Горьковской области на фронт ушли более 800 тысяч человек. Вернулось живыми лишь половина из этого числа. Чтобы дать возможность всем нижегородцам почтить память тех, кто отдал свою жизнь за родину, ворота Нижегородского Кремля будут открывать каждый год 22 июня в 4 утра. Участники акции сегодня попросили об этом Сергея Потапова. Анастасия Рябова, Владимир Гайда, объективно ННТВ. Спасибо.